В Волданском лицее работает мастерская живописи о работах педагога и ее воспитанников в материале Татьяны Вахниной. Анна Бузаева с гордостью показывает работы своих воспитанников, отмечая, что в ее мастерской хранится лишь малая часть поделок и рисунков. Квилинг, бумагопластика, аппликация, декоративно-прикладное творчество многогранно и однообразными уроки Анны Михайловны не бывают. Мы изучаем разные техники, нестандартные, нетипичные техники рисования, графики, живописи, пластилиновая живопись, воскография, выдувание, набрыск. Аня владеет весьма редкой профессией. Она окончила колледж по специальности художественная роспись шелка. В университете освоила мастерство обработки керамики. В Волданский лицей Анна пришла в прошлом учебном году. Какой была школьная жизнь без педагога дополнительного образования, теперь ученики представляют с трудом. Студию Анны Михайловны посещают порядка 20 мальчишек и девчонок. В основном это учащиеся среднего звена. Детям очень нравится. Дети с удовольствием приходят, занимаются. И в неурочное время после занятий казалось бы вроде бы уставшие и все такие активные приходят. Скорее-скорее им что-то надо делать, что-то надо рисовать, срочно лепить. Каждый, кто заходит в лицей, попадает в город мечты. Так называется роспись одной из стен холла. Контуры наносила Анна Михайловна. Раскрашивали картину педагоги и учащиеся. Работа над стенной росписью продолжалась почти полгода. Создание чудо-града в лицее стало первым творческим проектом Анны Бузаевой. У нас есть второе здание, большой теннисный корт. И там у меня есть помещение, где я планирую сделать вот эту гончарную мастерскую. Вообще для нашего города это будет достаточно очень новый вид деятельности, потому что этим мы не занимались и никто не занимается в городе. Директор лицея Наталья Щербенок убеждена, мастерство Ани не только для учебного заведения, но и для города представляет богатейший потенциал. И его необходимо раскрыть в полной мере. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Дмитрий Заливин, НВК Саха, Алдан.